Добрый день! Многие задаются вопросом, что такое икона для православного человека? Как надо почитать эти иконы? Почему принято прикладываться к иконе в храме? Почему ставят свечи перед ними? На эти вопросы сегодня ответит протеерей Николай Архангельский, ключарь Святой Богородицы Неаполимовского храма города Ульяновска. Икона Икона – это очень важный религиозный предмет в жизни каждого верующего православного христианина. Изначально мы можем находить в Священном Писании вот такие вот тексты, что нельзя почитать изображение, не створи себе кумира ни на земле, ни на небе руками своими. Если ты изготовил, то это может быть даже уже идол. Поэтому, конечно, у человека далекого от понимания православной культуры у него может возникать какое-то сомнение, а правильно ли это. И, к сожалению, вот особенно во время перестройки вот в нашу страну было очень много как-то вот привлечено, я не знаю, какими-то враждебными силами, очень много сект. И они все называли себя христианами. И при этом они вели такую работу, что формировали мнение верующих людей совсем неправильно, то есть в ложном ключе. Говорили о том, что нельзя поклоняться иконам, нельзя служить в армии и так далее. То есть такие деструктивные вот взгляды, которые человека делают даже, вот, знаете, в враждебном православии. То есть в враждебном той культуре, которая традиционна в нашей стране. Почему это становится возможным? Потому что вот утеряны вот эти корни. А ведь все очень просто. Ведь икона почитания, оно по сути своей стало возможно только лишь личному, так скажем, вмешательству Господа в жизнь людей. То есть это вочеловечивание Бога. Бог действительно есть Дух. Бог есть в своей сущности для нас недосягаемое существо. То есть Он находится вне тварного бытия. А мы находимся внутри тварного бытия. То есть эти миры, они не могут соприкоснуться. И поэтому изобразить то, о чем мы не имеем никакого представления, невозможно. И в Ветхом Завете, то есть это Ветхий Завет охватывает период истории от сотворения мира до пришествия в мир Иисуса Христа, действительно в это время Господь давал такие заповеди и внушал людям такие идеи, чтобы они ни в коей мере не уклонились в идолопоклонство, чтобы они не сотворили себе какого-то кумира и не поклонялись Ему как живому Богу, потому что Бога никто никогда не видел. Но библейская история, она описывает и такие моменты, когда Бог все же являлся людям и являлся людям в образе различных стихий, в виде огненного столпа или в виде облака. То есть Господь мог говорить, вот, например, с пророком Моисеем, когда он получал каменные скрижали на горе Синай через гром и молнии, так что евреи, бывшие у подножия этой горы, подумали, что Моисей сгорел и погиб, потому что настолько там было страшно, все в огне. То есть Господь какими-то видимыми, то есть тварными действиями, Он напоминал людям о себе. И люди через вот это действие стихий, какой-то материи, они понимали, что им Бог напоминает о себе. Но и все-таки было и конкретное указание, когда Господь уже дал людям святыни вещественные, то есть это те самые скрижали каменные, которые Господь сам дал Моисею, еврейскому народу, там было десять заповедей. Когда дал им вот жезл Аарона, который сам расцвел, когда дал иудеям вот эти горшочки с манной, которая спасала их от голода, от голодной смерти в пустыне. И вот повелел сделать ковчег, и в этом ковчеге эти святыни хранить, а ковчег велел украсить. И в Библии написано как, сколько он размеров должен быть, какие херувимы должны, из какого дерева там кипарис, позолоченные. То есть уже священные изображения, они благословлялись Господом и Ветхом Завете. То есть тогда, когда об иконах еще и речи не было. То есть когда мы с вами говорим о почитании икон, то здесь правомерно поставить вопрос таким образом. Какие изображения можно почитать и какие нельзя почитать? Какие изображения считаются истинными и какие изображения считаются ложными? И вот здесь, конечно, уже церковь дает четкий ответ. Значит, изображение иконы — это изображение того святого или Господа Иисуса Христа, Вочеловечившегося, или Богородицы, которое своим образом возводит нашу мысль и наше воображение к первообразу. То есть реально за каждой иконой стоит живой объект. Причем это личность, это умная, добрая, нравственно-созидательная личность. Поэтому если мы посмотрим на иконы святых, то мы через этот образ мыслью свою соединимся с первообразом. И таким образом мы обретем связь с реально живым существом, которое по сути является, если это Бог, то это Господь Всевышний, Господь Иисус Христос Вочеловечился, стал человеком, принял на себя плоть, он стал живой иконой. Эту икону разрушили, ее уничтожили, но она воскресла. И как мы можем не изображать эту икону? Поэтому и любая икона, на которую вы посмотрите, пусть там бывают разные стили изображения, например, Андрей Рублев писал вот в своем стиле, например, Васнецов он писал в другом стиле, да? То есть видно, что совсем иконы написаны разными красками, там разные перспективы, но мы поймем, что это Христос, и здесь Христос. Поэтому через эту икону мы мыслью свою соединимся с живым Богом, а значит, получим от Него помощь. Это касается и Богородицы, это касается и святых. То есть здесь речь идет об истинных изображениях. Но если это действительно является ложным изображением, ну, например, вот вы знаете, очень многие в своих домах, чтобы их обезопасить, ставят какие-то амулетики, талисманчики, глазки, венички, домовенки и так далее. И люди серьезно думают, что вот эти изображения как-то могут повлиять на них и на ту атмосферу, в которой они находятся. Давайте разбираться, как. Если, допустим, это маленький домовенок, вот на веничке, да, традиционный веничек, там 100-долларовая купюрка, домовенок такой миленький, и вот это вот на самое видное местечко. Ну, что думает человек? Веник, чтобы чисто был, да, все всякое зло вымывалось. Доллар, ну, понятно, да, а домовенка, он будет хозяин этого дома. Ну, смотрите, вроде миленький мультик мы нарисовали, но давайте посмотрим, к чему это изображение может привести, по сути, кто стоит за этим веником, допустим. Ну, понятно, что это просто предмет, которого место у мусорного ведра. И связывать с веником какую-то чистоту нравственную, духовную, безопасность, абсолютно абсурдно. То есть, в данном случае, в религиозном понимании, это абсурд. То есть, за ним нет никакой духовной, реальной силы. Если это, допустим, маленький доллар, это уже обожествление денежной силы. А вот это уже идол. Потому что, если человек уповает на силу денег, то тогда он уже и живет под тем законам, которые помогают стяжать ему эти деньги. То есть, человек становится сребролюбцем. И этот бог назывался в древности Мамона. Если мы посмотрим на домового, то это действительно какая-то умная сила, но которая не имеет ничего общего с церковностью. То есть, это сила враждебной церкви. Понимаете, ложные изображения уводят человека совсем в другую область понимания духовной жизни. Это будет как раз и свидетельствовать о демонической составляющей сути ложных изображений. Или мы их назовем вот так вот идолами. Ложные или идолами. Апостол Павел четко высказывается об идолах. И он говорит, что идол есть ничто. То есть, по сути своей, вот если за иконой стоит живой сильный бог, то за вот этими идолами стоит пустота. Например, обожествляют знаки зодиака, созвездия. Сейчас даже вот очень такая болезнь у нас, она страшнее, чем раковая опухоль, поражает сознание людей. На каждой радиостанции существуют вот эти астрологические прогнозы. То есть, это не просто какая-то забава, а это жертва дьяволу. Потому что никто не может спрогнозировать и просчитать всю ситуацию. И когда человек дерзает проникать в судьбы людей, в судьбы мира, строить какие-то прогнозы, скажи, какой ты силой это делаешь? И мы знаем, в Священном Писании описывается очень много примеров, когда прорицали именно нечистой силой. И Господь наказывал за это. Страшно. Поэтому, когда мы говорим о почитании икон, мы должны понимать, что это истина, что за ней стоит реально живая созидательная сила. Если это изображение ложное, амулет, талисман, знак зодиака, какая сила может стоять? Никакая. В лучшем случае. А в худшем случае эта сила может быть бесовская. Почему мы возжигаем лампады? Почему мы целуем эти иконы? Здесь, знаете, уместно привести такой пример. Когда мы находимся на значительном расстоянии от своих близких, нам очень часто хочется видеть их изображение. Нам очень хочется часто слышать их голос. И поэтому мы открываем какие-то фотоальбомы, фотоаппараты, сейчас передают эти фотографии. И мы смотрим на это изображение. И оно нам очень дорого. И мы можем чувствовать то, что как бы невозможно чувствовать от простого набора красок. То есть не может человек получать какое-то вожделение, какое-то утешение, какую-то духовную энергию от простого набора красок. Нет, он смотрит. Это человек, которого он любит. И вот этот образ, он мыслью возводит его к первому образу. И он уже как бы через эту фотографию, он уже представляет своего любимого. И ему становится хорошо. Потому что вот эта связь, связь между этими двумя любимыми людьми, она как бы вот опосредственно происходит через предмет, через эту фотографию. И попробуйте у этого человека в этот момент взять эту фотографию и порвать. Он это воспримет как удар по объекту своей любви. Это говорит о чем? О том, что мы нуждаемся в каких-то вот образах, которые помогают нам восполнить недостающие, то есть свое несовершенство. И вот иконы — это как раз и тот предмет, святой предмет, который помогает нам более живо, более живо представить объект веры, а значит с ним и соединиться. Вот даже такое высказывание есть, что иконы — это как бы окно, окно в небесное царствие. И тот человек, который смотрит в окно, он все равно может что-то увидеть там и разглядеть. Вот то ли в этом окне действительно там торжество, там прекрасный свет, то ли там происходит беззаконие. Вот идолы — это как раз вот те окна из преисподней, которые несут в себе вот одно, один мрак. А иконы, они несут в себе вот этот божественный свет. Ну и, конечно же, замечено, что Бог очень часто являет свою милость через вот эти иконы. И мы знаем, что простое прикосновение к этим иконам, оно дает человеку вот эту божественную энергию. Эта божественная энергия, она человеку дает исцеление, помощь, укрепление. Но это безусловно. Вот также в православном мире существуют особо почитаемые святыни, особо почитаемые иконы, на которых было много явленной милости Божией. И эти иконы действительно людям приносят вот такое вот утешение. И Бог почему-то вот перед этими иконами даже вот скорее слышит их. Это чудо Божие, и это люди этим пользуются, и надо об этом говорить. Но это не значит, что иконы, вот не обладающие такими почестями, что они менее, так скажем, не то, что эффективнее, а что они менее полезны будут верующему человеку. Нет. Вот любая икона, любая икона, она чудотворная. Просто мы по маловерию своему не видим этих чудес. И вот эти маловерные люди идут и вот к этим чудотворным иконам. Это как раз вот именно признак нашей немощи. То есть человек, который имеет крепкую и твердую веру, он может молиться дома перед своей маленькой иконочкой. Но когда он приходит вот к такой очень почитаемой святыне, он чувствует огромное воодушевление. И вот его маловерие, оно уходит, и вера укрепляется. И причем эта вера очень часто передается от тех людей, которые рядом молятся. То есть мы молимся Господу единым сердцем, едиными устами. И получается вот действительно такая концентрация божественной энергии. А Христос сам сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я буду посреди них. Поэтому, конечно, каждая икона чудотворная. И вот мне особенно, вы знаете, еще хочется что сказать, что вот у нас в православной, русской православной церкви существует определенный обряд освящения иконы. На каждый вид спасителя, Господа, Троицы, Богородицы. И читаются соответственные молитвы, в которых как раз и спрашивается благодать Божия на освящение этого образа, чтобы люди, молящиеся перед ними, обретали себе и утешение, и помощь, и защиту, безусловно. Но мне интересно сравнить обряд греческой православной церкви. Это та же самая вера, та же самая православная вера, но немножко другой обряд и другая страна. И вот они освящают иконы таким образом, когда икона написана, они приносят ее в храм. И там в течение 40 дней она стоит. И люди приходят и молятся на эту, казалось бы, еще вот только не освященную икону новую, но они уже молятся. И вот этот вот взгляд веры с любовью на эту икону, с надеждой, он ее и освящает, и Господь ее освящает. Это очень важно для нас, потому что, что греха таить, очень многие воспринимают икону магически. Вот батюшка ее осветил, я поставил, вот она. А ты-то сам где? Ты-то молишься перед этой иконой или нет? Конечно, она святая, но назначение икона не самой в себе, а чтобы тебе давать этот свет. Поэтому ты молись, люби Бога, и пусть эта икона тебе будет в помощь. И тогда ты получишь великую силу от этой иконы. То есть вот такое понимание, это православное понимание, оно должно опять же быть в сознании человека. И поэтому, когда человек идет освящать икону, он должен внимательно слушать слова молитвы, чтобы понимать, как эта икона, каким образом будет ему помогать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Продолжение следует...